Приветствую вас, друзья! На связи с вами Виталий. Довольно-таки продолжительное время меня не было в эфире. Все мы понимаем, были праздники и все прочее, и надо было немножко отдохнуть. Но сейчас случился повод, и я бы хотел вас познакомить с последними новостями, которые случились на сервисе Подлинника. Ну что же, давайте перейдем на сайт сервиса и посмотрим, что там изменилось. Вот на самой главной страничке мы видим такой блок с синим заглавием «Странички с умным поиском». И таковых у нас имеется четыре. Это «Святые», «Автора», «Объекты» и «Теги». Что же, давайте рассмотрим их поподробнее. Я открою ее в новой вкладке, и вот так вот у нас выглядит страница. Хочу обратить внимание на то, что вот такой синий блок, он находится у всех страниц с умным поиском. Имеется такое меню в виде гамбургера. И оно так раскрывается. И здесь ссылочки показаны в виде пиктограмм. Первая пиктограмма – это поиск личности святого. Это по авторам, по объектам и по тегам. Я надеюсь, что ассоциативный ряд пиктограмм подобран удачно. Поэтому давайте будем знакомиться с работой самой странички. Здесь мы можем увидеть в заглавии подсказку, которая нам угласит «Введите имя, географические признаки, личин святости». Так, что это значит? Мы видим, что здесь, например, святые в едином таком сводном списке, они, вернее, строчка святого имеет следующую последовательность. Вот это как раз имя, далее географические признаки и чин святости. То есть, авив, одесский мученик. И если сам поиск сервиса нам не дает возможности такого умного поиска, то именно эти страницы как раз это нам дают. О чем идет речь? Например, в поиске сервиса я могу найти, например, всех мучеников с помощью аватарок. Для этого надо использовать комбинацию, например, мученик и потом связанное слово «включить аватар». Но чтобы сразу так вот как бы на глаз, единым списком вывести всех мучеников, как это можно сделать? Например, мы вводим здесь мученик и нам показывает всех мучеников, всех мучениц. Но если я, например, хочу только римских мучеников, для этого нам надо добавить второе слово «рим». И что, друзья, мы видим? Просто замечательно. Единый список всех римских мучеников. Если вам понравился такой лайфхак, такая фича, то, конечно, ставим пальчик вверх и пойдем дальше. Так вот у нас выглядит страничка умного поиска по авторам. И здесь тоже самое. Можно ввести имя автора, страну или там регион. Хочу заметить, что здесь информация может быть неточная. Поэтому, друзья, переходим на страницу, которая действует пока что в Фейсбуке. Ссылка будет в описании этого видео. И здесь вот, если вы что-то нашли, не стесняясь, группа открытая, не стесняясь, пишем просто здесь в ленте посты, замечания, что где не так. Все поправимо. Давайте работать над качеством сервиса вместе. Так, дальше открываем страничку по объектам. Точно так же мы здесь можем ввести или храм, или музей, или город, или страну. К примеру, меня интересуют, скажем, музеи Германии. Обратите внимание на то, что мне не обязательно вводить полностью все слово «музей». Хватит буквально ввести несколько символов того или иного слова. И скрипт умной странички, на то она и умная так названа, что чуткая ко всем последовательностям комбинаций символов. Так, ну, еще немножко о страничке по тегам. Конечно, на страничке тегов не присутствуют все теги, а их, на секундочку, более 2000 уже имеется в базе сервиса. Здесь выведены только самые-самые главные и комбинации попарные. То есть видим вот эти самые главные употребляемые, плюс к им парные. Есть теги, там, поясная, ростовая, да, и техника. Техника, то есть это или фреска, или икона. Ну, к примеру, давайте попробуем. Христос, ростовая. И включим, например, меня интересует фреска, я это включу в новой вкладке. Так, и что мы видим? Мы видим 52 изображения. Дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что, так как я сейчас нахожусь в кабинете подлинника, поэтому у меня открыта такая широкая возможность. Если же мы выйдем из подлинника, да, и давайте перепроверим, снова откроем, то уже нас встречает не 52 изображения, а только 17. Поэтому, друзья, здесь вот, я думаю, всем видно, написано. Если желаешь пользоваться сервисом на полную, то познакомься с новыми предложениями. Это призыв к тому, чтобы ты, дорогой друг, не был гостем, а был пользователем сайта. Естественно, что у пользователя намного больше возможностей, нежели у гостя. Кстати, поздравляю всех, кто воспользовался подпиской, кто воспользовался праздничной акцией и подписался на сервис подлинника, кто приобрел пакеты стандарт, кто премиум. Еще раз всех поздравляю. Так, вернемся на эту страничку. Так, ну, я думаю, что в целом, как бы, идея понятна. То есть, когда из главной нам надо перейти и поискать что-либо, ценное и интересное для себя, то это можно сделать с помощью вот этих умных страниц. На этом, дорогие друзья, я думаю, все. Будем прощаться. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok